Добрый вечер! Зеленые технологии от компании «Санта-Бремор» в рамках совместного проекта с программой развития ООН и Глобальным экологическим фондом крупнейший белорусский производитель по выпуску рыбы и морепродуктов осуществил запуск абсорбционной холодильной установки. 21-22 апреля в Бресте пересекутся бизнес-интересы предпринимателей и руководителей предприятий и заводов мира. Город над Бугом примет участников и гостей первого в истории форума выставки деловых контактов «Брест-2016». Если у вас пропал близкий человек, отчаиваться не стоит. Звоните, и вам помогут сотрудники Бюро регистрации несчастных случаев УВД Брестского обл. исполкома. Об этих и других событиях прямо сейчас. Зеленая экономика, зеленая энергетика, зеленые технологии. Компания «Санта-Бремор» сделала ставку на экологически чистые энергоэффективные технологии. Вчера министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Ковхута, представители программы развития ООН в Беларуси, органов городской власти, а также медиапространства страны увидели и услышали, как работает новая абсорбционная холодильная установка, запущенная на «Санта-Бремор» 31 марта сего года. Это совместный проект компании с программой развития ООН и глобальным экологическим фондом, что еще раз подтверждает направленность крупнейшего белорусского производителя по выпуску рыбы и морепродуктов на реализацию стратегии внедрения экологически чистых технологий охлаждения. Все подробности в материале Ларисы Осмолович. Для начала хотелось бы дать определение фреону. Это газ, который не имеет ни цвета, ни запаха, смесь метана и тана, в которых атомы водорода замещаются атомами фтора и хлора. Известно, что в процессе человеческой деятельности происходит высвобождение этих опасных элементов в атмосферу. Они медленно поднимаются вверх и достигают озонового слоя, который постепенно разрушается. Одна молекула хлора, попавшая в озоновый слой, губит 200 тысяч его молекул. Образуются озоновые дыры, что нарушает климат планеты, как следствие грядет глобальное потепление. А потому стереотипы экстренного реагирования на кризисы окружающей среды сменились стратегией превентивного управления. Как положительный пример установка абсорбционной холодильной машины в компании Санта-Бремор, которая замещает эксплуатацию компрессоров, выбрасывающих в атмосферу фреон. Именно это и подчеркивали все выступающие на торжественной церемонии открытия. Короткая, но емкая, с перерезанием ленточки и бурными аплодисментами, по окончанию которой прошла весьма насыщенная фактами и цифрами пресс-конференция. Сегодня у нас знаменательное событие, которое связано с тем, что реализуется очередной и один еще из немногих проектов, который соответствует тем требованиям экологическим, которым наша страна следует. Это введение в действие установки замещающие фреоновый компрессор. И в общем-то введение этой установки на таком крупном предприятии, как Санта-Бремор, позволит уменьшить выбросы вредных веществ, улучшить качество окружающей среды, улучшить ситуацию в Беларуси, которая подписала и в ближайшее время подписывает протокол об противодействии изменения климата и соответствует тем требованиям, которым следует наша страна в отношении соблюдения как международных конвенций, международных требований, так и улучшения качества жизни в нашей стране. В настоящее время мы адресуем около пяти проектов такой зеленой направленности. И один из них сегодняшний проект, в котором такое удивительное партнерство, создалось как с министерством, так и с компанией Санта-Бремор. В этом проекте было закуплено оборудование и были пройдены строительно-монтажные работы для системы индиционирования двух цехов предприятия Санта-Бремор. Общий проект объем инвестиций включался до 400 тысяч долларов. Вклад проекта ПРООН 155 тысяч долларов. Надо отметить, что эти деньги были даны нашим донором и партнером в глобальном экологическом фонде. Для компании Санта-Бремор этот проект стал первым в совместной работе с ПРООН в Белоруссии и глобальным экофондом, что говорит о том, что руководство предприятия нацелено на реализацию стратегии внедрения экологически чистых технологий охлаждения. Установка абсорбционной холодильной машины обеспечивает использование природного хладоагента, воды, а это не дает вредных выбросов в атмосферу. Помимо вышесказанного, есть и экономическая выгода. У предприятия в летнее время имеется избыток тепла. Вод абсорбционной холодильной машины позволит утилизировать излишки тепловой энергии, преобразуя ее в холод. Данная модернизация позволит экономить до 1 148 киловатт-часов электроэнергии. Этой электрической энергии хватит на электроснабжение 600 частных домов в течение одного года. Если говорить о выбросах, то экономия этого количества электрической энергии позволит снизить выбросы СО2 в атмосферу на 326 тонн в год. Кроме этого, следует отметить, что абсорбционная холодильная машина использует в качестве холодильного агента природное вещество, воду. И все процессы, которые протекают в самой абсорбционной машине, в процессе ее работы, основаны на простых законах физики, связанные с отбором теплоты при испарении вещества. Все это делает абсорбционную машину надежной, простой в эксплуатации и абсолютно безопасной для окружающей среды. Все вопросы, касающиеся и утилизации отходов, и защиты окружающей среды, все вопросы экологии, которые может общество сталкиваться, у нас, в компании, мы занимаемся этим. И есть несколько проектов. Тот, который мы сегодня завершили красивым, дружеским открытием, это один из проектов, который мы планируем. Еще три проекта, которые тем или иным образом будут касаться защиты окружающей среды. Санта-Брэмор – городообразующее предприятие. Брестский бренд, который занимает лидирующие позиции во многих рейтинговых таблицах и хит-парадах. Ассортимент продукции достаточно широк. Рыба и морепродукты, салаты и полуфабрикаты, мороженая вода. Качество и безопасность выпускаемой продукции – это два кита, на которых базируются предприятия. Строгое отслеживание всего технологического процесса, неукоснительное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм позволило компании в октябре 2015-го подписать соглашение о сотрудничестве с Норвежским комитетом по рыбе сегодня. На упаковках продукции Санта-Брэмор – знак качества Нордж. А это еще одно подтверждение качественного продукта, проверенного временем и потребителями. Сегодня продукцию брестских рыбных производителей покупают в 30 странах мира. За годы наработаны прекрасные партнерские отношения, созданы представительства в Москве, Киеве, Кишиневе. Кризисов на Санта-Брэмор не боятся. К ним относятся философски, считая, что за спадом всегда следует подъем. Именно кризис заставляет работать лучше и эффективнее, находить новые пути решения. И это философия. Этот принцип срабатывает. План на 16-й год, который по здоровой компании, это прирост, в абсолютном выражении, на 120% в тоннаже, ну и на 118 в денежном выражении. За первый квартал этого года мы сделали 124%. Поэтому я думаю, что планы, если и не полностью будут выполнены, то есть надежда на то, что где-то в этом объеме свободно. То есть ставим задачу вернуть объемы 14-го года. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В продолжение темы. В любую пору года Брест по-своему привлекателен. Всегда радует жителей и гостей красотой и чистотой улиц, парков и скверов. Завораживает видами старинных зданий и современных построек. Поддерживать порядок и уют в областном центре стремятся любящие свой город Брещани, которые уже с начала весны активно занимаются облагораживанием городских территорий. Кто-то работает на личных подворьях или во дворах многоэтажек, другие убирают все, что требует уборки. Вывод. Вопрос наведения порядка на земле актуален. Активная деятельность в этом направлении должна быть не просто нормой, а привычкой каждого человека. О том, какова ситуация в городе сегодня, есть ли место неприятным исключением, обсудили на заседании коллегии Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с представителями областного санэпидсовета. Определить так называемые болевые точки, взять под контроль проблемные участки – такие задачи поставили специалисты. Подробности в материале София Бережной. Помогать родному городу быть еще краше, уютнее, поддерживать в нем порядок в приоритете у Брещан. С приходом весны в город кипущая деятельность, направленная на уборку территорий, набирает темпы. На стражу чистоты, вооружившись всеми необходимыми инструментами, входят представители вертикали власти, ведущих общественных объединений города, активисты молодежных организаций и просто неравнодушные горожане. В субботнике приобретают массовость в результате благого дела «Порядок на земле». В активной фазе месячник по наведению порядка среди организаций и трудовых коллективов областного центра. Совместными усилиями удалось усовершенствовать облик родного Бреста. Однако вместе с тем осталось еще немало так называемых проблемных участков, сильно нуждающихся в руке человека. Обратить внимание на эту сторону медали – первостепенная цель представителей Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также санэпидемслужбы. Для глубокого анализа ситуации и поиска путей решения общих задач важно участие и других сторон. На открытом заседании собрались представители областного штаба по наведению порядка заинтересованных предприятий и организаций представителей различных ведомств. Почему в середине апреля? Потому что все организационные мероприятия, они отработаны. По поручению председателя областполкома Анатолия Васильевича Лиса, мы ежемесячно рассматриваем какой-нибудь район. А вот сегодня мы собрались для того, чтобы все-таки этот месячник прошел с большим результатом, чтобы не прошел так бесцельно субботник. Ведь основные территории центра населенных пунктов, они и так убираются. А есть проблемные территории, которые мы очень хотим, чтобы вошли мероприятия месячник. Мы, как контролирующая служба, наделены большими правами по кодексу административных правонарушений. Я хочу сказать, что несколько позиций этого года, в смысле контроля, она немножко изменена. То есть не составляются пустые какие-то протоколы за нарушение, которое может то ли физическое, то ли юридическое налицо навести в кратчайшие сроки. Для этого достаточно рекомендаций, предписания. А вот где грубое нарушение природоохранного законодательства, применяются более жесткие меры. С одной стороны, работа на предупреждение, с другой на пресечение нарушений, применение жестких штрафных санкций. Такие меры – способ достучаться до граждан и привить здоровую привычку, заботиться об уюте и чистоте, не переступать черту природоохранного законодательства. Однако рекомендации и постановления – это только часть вопроса о сохранении и поддержании порядка. В деле важно четкое понимание каждого человека. От того, что он вложит, то и получит. Системный подход в деле – необходимость, убеждены представители санэпидемслужбы. В прошлом году нам пришлось выдать десятки тысяч предписаний по устранению нарушений и рекомендаций. Они выполняются, процент выполнения их очень высокий, но мы очень сожалеем, что отдельные субъекты хозяйственные работают от предписания к предписанию. То есть они выполняются, порядок наводится, а через месяц мы опять видим неубранную территорию или кучу мусора. Поэтому важным моментом является повышение ответственности руководителя каждого субъекта хозяйствования по постоянному наведению и поддержанию порядка на собственной и закрепленной территории. Как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Если каждый из руководителей будет держать ситуацию под строжайшим контролем, проблемы утратят остроту, а возникающие вопросы будут решаться по мере поступления. Порядок в области под строгим контролем службы дня и ночи. Позиция спасателей всегда неизменна. Стабильность ситуации на территории Брещена зависит от культуры и безопасности людей. Работники МЧС совместно с другими ведомствами ежегодно осуществляют цепочку мероприятий, направленных на поддержание порядка на земле. По-прежнему открытым вопросом, непосредственно относящимся к теме, является судьба зданий, находящихся в аварийно-опасном состоянии. Количество таких зданий ежегодно уменьшается. Это отрадно. Тем не менее, еще около 150 таких зданий и сооружений на территории области имеются. Конечно, их необходимо сносить. Требуются очень серьезные финансовые средства для этого. Поэтому постепенно процесс идет. Но не в том темпе, как хотелось бы. Это тоже элемент нашей культуры, элемент нашей безопасности и тоже элемент наведения порядка. Поэтому убежден, что данная тема, она все-таки найдет свое разрешение. Приоритеты расставлены, задачи ясны. Мероприятия по благоустройству города, уборкам мусора и приведения в надлежащее состояние улиц, парков, скверов и других отдельных участков. Это лишь малая часть той работы, которая должна быть проведена в год, объявленной Годом культуры в Беларуси. План широкомасштабный. Как справедливо отметил однажды глава областного центра Александр Рогачук. Визитная карточка города – это в первую очередь его жители. Потому, насколько чист и ухожен областной центр, можно судить о том, что представляют собой люди, проживающие в нем. Никогда не поздно взять в руки инструменты и выйти во двор своего дома. Дело пары минут, а польза для города очевидна. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях. Уже на следующей неделе областной центр станет в буквальном смысле местом пересечения бизнес-интересов предпринимателей и руководителей предприятий и заводов мира. 21-22 апреля в городе Надбугом пройдет первый в истории форум-выставка деловых контактов «Брест-2016». Новое мероприятие в новом формате призвано повысить эффективность межрегионального и международного сотрудничества, укрепить экономические связи, а также установить промышленные диалоги. О том, каков ныне спрос на продукцию брестского производителя, а также в чем преимущество проведения подобных контактных встреч, ответы на эти и другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Брест – место стыка культуры, традиций, перекресток экономических и политических предпочтений. В силу своего географического месторасположения наш город не раз становился центром, объединяющим интересы Востока и Запада, площадкой открытого диалога и обмена опытом, который здесь систематизируется и синтезируется для поиска новых предложений и новых рынков сбыта. На протяжении многих лет каждый год Брест на несколько дней становится импровизированной выставкой здоровья. Форум «Содействие здоровому образу жизни» уже стал не только хорошей традицией, но и весомой составляющей работы, которая проводится в области по сохранению и укреплению здоровья жителей региона. На выставке «Активные брещане» получают консультации врачей разного профиля или проходят обследование в пунктах для диагностического исследования. Также не один год подряд внимание бизнес-кругов приковано к традиционному форуму «Брест-содружество». Пресс-конференция, семинары, встречи с международными экспертами. Это не полный список мероприятий, которые собирают в Бресте бизнес-элиту, людей, заинтересованных в плодотворном сотрудничестве с нашим регионом. Содействие «Содружество» настало время подписания совместных документов и появления новых деловых контактов. Обменяются проблемными вопросами, как их можно решить. И, естественно, самая главная задача – это заключение контрактов, договоров, новых соглашений и поиска партнеров. У нас придет выставка, где иностранные гости наши смогут ознакомиться с продукцией, которую производит Брестская область. Будет представлено свыше 100 предприятий нашей Брестской области. Промышленный комплекс, перерабатывающий комплекс, строительный комплекс и, естественно, предприятия, которые оказывают услуги. Свыше 150 иностранных представителей уже подтвердили участие в первом форуме деловых контактов «Брест-2016». Бизнес-представители из разных стран мира видят интерес в том, чтобы не только искать рынки сбыта для своих товаров, но и активно участвовать в совместной деятельности с предприятиями Брещины. Что касается последних, то они также открыты к продуктивному диалогу и инициативе. Яркий пример тому – Брест Хлебопродукт. Одно из крупнейших зерноперерабатывающих предприятий страны. Рядовому покупателю эта марка больше известна под брендом «Прибужская Нива». Продукция «Брест Хлебопродукты» отличается своим, особым составом. Одна из главных задач, которую ставят перед собой сотрудники предприятия – создание экологически чистых продуктов, отвечающих международным стандартам качества. И это им удается. Стараемся находиться в постоянном поиске. Мы знаем, что на выставке будет участие много зарубежных партнеров. И хотим найти себя и найти надлежащих каких-то коллег по совместному бизнесу. Работаем, в счастье позиционируя себя десятикратным чемпионом мира по омрестнику, нашим земляком Виктором Брачене, заслуженным мастером спорта. Конечно, частично взращенным на продукции образ «Брест Хлебопродукт». Результаты налицо. Всем желаем успеха. За более чем 70-летнюю историю существования работа на «Брест Хлебопродукт» не прекращалась. Руководство предприятия держит курс на постоянную модернизацию исследования стандарта международного качества. К слову, результаты оценки эффективности у производства высокие, однако увеличение объемов еще возможно. А для этого нужны дополнительные рынки сбыта, которые представители открытого акционерного общества планируют найти. Как и другие брестские участники, во время контактных встреч в рамках первого форума. Интерес к нашей продукции есть не только у стран-соседок, но и у бизнес-кругов дальнего зарубежья. Мы видим, что иностранцы на сегодняшний день заинтересованы. Заинтересованы узнать о земле в Белорусской, Брестской области. Мы все готовы рассмотреть вложения сюда инвестиций. Ну и хотелось бы им посмотреть на нашу продукцию, что мы можем, что могут наши предприятия. Например, едет Бургас, делегация с губернатором Бургаса. Едут итальянцы, китайцы. Форум «Деловые контакты». Подготовительная работа проведена большая. Многое определится уже на мероприятия. Но, как правило, дозревают многие проекты уже после официальных дат проведения. Для этого в интернет-пространстве создана интерактивная площадка, где любой заинтересованный бизнесмен сможет найти интересующую информацию о деятельности предприятия Брещины и об участниках первого в истории Международного форума деловых контактов «Брест-2016». Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. А потому короткий экскурс по событиям, которые мы освещали в эфире ежедневной программы новостей, будет вполне уместен. В Бресте прошел митинг-реквием, приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских лагерей. В Брестской области прошедших все круги ада порядка трех тысяч. В городе Бресте около 400 человек. Те, кто еще смог, а также представители городской власти, школьники, военнослужащие собрались у памятного знака, установленного недалеко от гарнизонного кладбища. На этом месте фашисты уже в первые недели оккупации расстреляли около двух тысяч мирных жителей города над Бугом, чтобы возложить цветы к памятнику и почтить память тех, кто погиб в годы войны минутой молчания. С 14 апреля белорусам ограничен лимит на международные посылки для личного пользования суммой не более 22 евро в месяц и весом не более 10 килограммов. Кроме того, те, кто будет пересекать границу чаще одного раза в три месяца и ввозить товар на сумму более 300 евро или весом более 20 килограммов, придется заплатить таможенную пошлину. День войск противовоздушной обороны отметили защитники неба и военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка города Бреста и ветераны службы. Прославленная своими достижениями бригада, которая с первых дней формирования стремилась к высоким результатам и была занесена в Книгу почета округа, сегодня это солдаты с высоким уровнем боевой подготовки, люди, достойно несущие службу, успешно выполняющие задачи в рамках крупномасштабных учений на российских полигонах. Новая возможность подработать и заработать появилась у брестских студентов. Перспективное направление для трудоустройства молодежи было предложено специалистами брестского филиала Республиканского унитарного предприятия электросвязи Белтелеком. Новая опция позволяет студенту, не отвлекаясь от учебного процесса, иметь достойный дополнительный доход. Международный форум молодых мастеров пера и слова торжественно стартовал в городе над Бугом. Участников собрала это более сотни начинающих авторов Белоруссии и России традиционная неделя журналистики, которая уже в четвертый раз проходит в стенах филологического факультета Брестского государственного университета имени Пушкина. В этом году в числе соорганизаторов форума выступило и представительство Россотрудничества в городе Бресте. Студенческая весна в очередной раз завершилась в Брестском государственном университете имени Пушкина. Финальное праздничное мероприятие в этот раз было большим и насыщенным. Главными героями вечера стали студенты двух вузов города над Бугом. Юноши и девушки смогли сделать действия по-особенному ярким и красочным. Импровизированный креативный Брест распахнул свои двери для гостей и соединил в буквальном смысле и физиков, и лириков. Вы смотрите городские новости на БугТВ. Продолжаем разговор о важном и актуальном. Вышел в магазин и не вернулся. Ушел с работы и не появился в привычное время дома. Задержался после учебных занятий, дискотеки, не доехал до места назначения. Знакомо, наверняка для многих эти ситуации не раз были поводами для беспокойства за своих близких, а заодно и причиной обращения в органы внутренних дел заявлением о розыске без вести пропавшего. По статистике, ежегодно в Беларуси пропадает около 12 тысяч человек. Большинство из них, конечно, находятся. В их поиске главную роль играет Бюро регистрации несчастных случаев. Брест стал третьим городом в стране, где 31 декабря 2004 года появилась одноименная служба. О том, как найти человека за несколько минут, смотрите в сюжете Виктории Дроговецкой. Бюро регистрации несчастных случаев на зарочи можем помочь. Этот вопрос – отправная точка поиска пропавшего без вести человека. Часто на другом конце провода – волнение, страх и отчаяние, эмоции, которые зашкаливают. Именно в эти минуты важно успокоить собеседника и узнать необходимую информацию. К каждому обратившемуся сотрудники бюро стараются найти индивидуальный подход, что расслабит человека и таким образом позволит расширить поле поисков, используя все зацепки и нюансы. В итоге пропажа находится. Когда в бюро обратилась заведующая отделом социальной работы с информацией о том, что ее подопечный, инвалид с детства, проживающий один, около двух дней не выходит на связь, не открывает дверь, не отвечает на телефонные звонки. После стандартной проверки по учетам БРНС УВД Брестского облсполкома мной были приняты меры по установлению родственницы пропавшего. Мы знали, что у него есть племянница, которая проживает в Бресте. Адрес ее знали, но у нас не было телефона, у нее не было домашнего телефона. У нас, конечно, был вариант поехать к ней домой, ждать ее, но это все бы затянулось время, потому что телефона нет, еще раз говорю, домашнего. Мы обратились в бюро поиска и нам предоставили информацию, нашли мобильный телефон племянницы. И благодаря быстрому взаимодействию мы нашли племянницу, которая пришла в течение получаса, открыла дверь. Мужчина лежал без сознания, его на скорой забрали в реанимацию, человека спасли. В год сотрудники бюро поиска находят около 10 потерявшихся стариков-инвалидов, состоящих на учете в территориальном центре социального обслуживания населения Московского района. Учитывая то, что сегодня на балансе учреждения находится 430 пенсионеров-инвалидов первой и второй групп, центр тесно сотрудничает с бюро. Кроме социальной службы, правоохранители взаимодействуют с лечебно-профилактическими учреждениями города и области, моргами, госавтоинспекцией, изоляторами временного содержания, вытрезвителями, а также с отделом внутренних дел на транспорте. С этих подразделений вся информация о поступивших к ним людях ежедневно отправляется в бюро регистрации несчастных случаев. Я хочу обратить внимание, что на сегодняшний день в бюро регистрации несчастных случаев УВД Брестского областного полкома есть техническая возможность проверки информации по учетам других бюро, расположенных на территории Республики Беларусь. То есть, если у человека есть основания, и он знает, что, допустим, супруг уехал в город Гомель и не выходит на связь, мы имеем такую техническую возможность осуществить проверку по базе данных БРНС УВД Гомельского областного полкома. Сотрудники бюро оперативны. Они способны найти человека за две минуты при условии, что программа откликнется на данные пропавшего. Если придется осуществить обзвон учреждений, то необходимо будет потратить минут 15-20. В среднем ежедневно в бюро поступает 30 звонков, и за каждым своя история. То жених потерялся после мальчишника, то муж, выйдя в магазин, расположенный в 100 метрах от дома, не появляется уже три часа. Смешно, но таких случаев хватает. Здравый смысл подсказывает, что почувствовав тревогу за родного или близкого человека, необходимо что-то делать. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 521 устное обращение. Если брать по сравнению с прошлым годом, то в прошлом году было 480 обращений. То есть мы видим, что незначительный рост 41 обращений у нас немножко идет увеличение. Значит, установлено нами местонахождение 103 разыскиваемых лиц. Из них в органах внутренних дел 49, в лечебно-профилактических учреждениях 54. Больше, конечно, пропадает людей от, скажем так, 20, если брать по возрасту, 27-45. Впереди летний сезон. Уже сегодня с наступлением теплых дней люди проводят свободное время в лесу, около воды. Кто-то просто прогуливается, кто-то собирает ягоды и грибы. Часто на отдыхе время летит незаметно, а близкие люди начинают волноваться. Для того, чтобы вас не искали, позвоните родным и предупредите, что задерживаетесь. Но если человек действительно пропал, не раздумывая, звоните в бюро регистрации несчастных случаев. Тогда есть вероятность, что в разряд без вести пропавших он не попадет. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Привлечение молодежи к активным занятиям спортом, здоровому образу жизни, соблюдению правил безопасности жизни и деятельности. Все эти задачи поставили перед собой организаторы масштабного и уникального в своем роде областного автопробега под говорящим названием «Молодежь за безопасность и спорт». Представители Брестского областного управления МЧС, Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облсполкома, Брестской областной организационной структуры БФСО «Динамо» объединились вместе для того, чтобы совершить визиты в регионы Брещена и пообщаться с детьми и подростками на темы, касающиеся каждого. Старт положен. О том, как это было, расскажет наш корреспондент София Бережная. Не обратить внимания на довольно необычную колонну крайне сложно. Она медленно двигалась по маршруту к месту официального старта в город Жавинка. В составе пожарная автоцистерна 1962 года выпуска, агитационный автомобиль Брестского областного управления МЧС, эскорт любителей быстрой езды, мотоциклисты. Такой своеобразный выход в свет ретротехники не случайен, точно так же, как и участие в пробеге такого количества людей. Цель – популяризация культуры безопасности, аудитория – подростки. К мероприятию организаторы готовились серьезно, осознанно отказались от стандартных методов профилактической работы. Ищем различные новые подходы, новые пути для определения позиции безопасной жизнедеятельности, чтобы информационная составляющая более плотно доходила до сознания каждого человека, особенно нашей молодежи. Поэтому вот в таком составе и родилась замечательная идея провести агитационный автопробег по всем регионам Брестской области с привлечением максимального количества общественности и, конечно же, демонстрацией и показом возможностей службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и одновременно проведения различной профилактической работы. Учащиеся Жабенковской специальной общеобразовательной школы-интерната поучаствовали в тематических конкурсах, викторинах по ОБЖ, подвижных играх, познакомились с четвероногим другом по кличке Спасатель, а также веселыми персонажами, зубром и духом осторожности. Своими песнями участников акции порадовал известный исполнитель Александр Кривоносов. А после ребятам было предложено ознакомиться со спецификой работы огнеборцев. Самые любознательные смогли изучить устройство автоцистерны, побывать в кабине пожарной машины и даже примерить боевую одежду спасателя. Самое главное, никто из присутствующих не остался без подарка. Однако на этом автопробег в Жабенке не закончился. Участники слета посадили на территории учебного заведения маленькую аллею и установили памятные таблички. Общество «Динамо» всегда участвует в различных мероприятиях, которые сближают ведомство, отношение имеет к детям, к спортсменам и так далее, для того, чтобы поляризировать вот это отношение. С инициативой обратилось Бескобластное управление МЧС. И Главный проект «Динамо» поддержал эту инициативу, потому что на самом деле здесь будет большой и огромный охват молодежи. Мы напечатали листовки пропагандические, плакаты. Мы будем садить деревья, так сказать, в каждом населенном пункте, что мы посетим, и посадим маленькую аллею безопасности. Еще нашим сорганизатором является МЧС «Динамо», который тоже будет рассказать про спорт и спортивные викторины и увлекать молодежь за здоровый образ жизни. Самая объективная оценка эффективности профилактической работы с молодежью – говорящая статистика. В деле пропаганды безопасности спасателями области сделано многое. Результат ощутим. Последние 10 лет на Брещене заметна тенденция снижения количества происшествий по вине детской шалости с огнем и, соответственно, гибели людей от пожаров. Такие результаты только мотивируют огнеборцев к разработке новых методов и подходов в работе с населением, о чем говорит и Организация автопробега «Молодежь за безопасность и спорт», который, к слову, коснется 10 вспомогательных и санаторных школ-интернатов Брещены. Пока мы не охватим все населенные пункты, по графикам мы должны работать 8 дней. Если мы будем не вписываться в график, мы это продлим, конечно же. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрели итоговую программу БУК-Информ, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БУК-ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу БУК-Информ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте БУК-ТВ.БУАЙ. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании БУК-ТВ.БУАЙ, а также на нашем канале в Ютуб. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. С 17-18 апреля погоду в Бресте будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. В Бресте будет умеренно тепло и спокойно, но пасмурно и дождливо. Пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром туман. Температура воздуха минимальная ночью 9-11 со знаком плюс, максимальная днем 19 градусов. Ветер переменных направлений умеренный. Начало рабочей недели в Бресте будет пасмурным и опять же дождливым. Немного похолодает. Атмосферный фон суток будет колебаться в пределах 10-12 градусов. Вдобавок к этому синоптики прогнозируют ветер с северо-западного направления ночью и с западного порывистого днем. Но не стоит сетовать на природу, ведь, как известно, плохой погоды у нее нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова